Виктор пишет, с женой 10 лет вместе, в начале отношений интересы были общие и не всегда правильные в плане досуга, отдыха и развлечений. С приходом Христа в мою жизнь интересы поменялись, соответственно, в семье разногласия. Как быть? Очень такая распространенная ситуация, когда люди, сочетавшиеся браком, живущие одной жизнью, но без Бога, потом вступают в полосу, когда один из них уверовал, а второй пока нет. Мы, к счастью, не одинаковые, но это рождает сложности. Тогда с верой еще больше спрашивается, уважаемый Виктор. Поэтому с вас, как с мужчиной, и с верующим мужчиной больше спрашивается. Если вы, например, обрубите все прежние возможности отдыхать и проводить досуг, властно, значит, на основании нововоспринятых крестьянских принципов, это будет опасно. Здесь нужна какая-то постепенность и осторожность со взаимными уступками. Ну, например, не уступками греху, нет. Например, если вы себе позволяли, например, ходить на какие-нибудь вечеринки там или места, где-то сомнительно времяпрепровождение, и жене до сих пор это нравится, то это как раз нужно из жизни изгонять. А там, где речь, например, идет о катке, или о лыжах, или о музее, или о кинотеатре, или там о чем-то еще таком, значит, тут нужно идти навстречу своей супруге. С верой еще больше спросится, да. То есть он, как пишет там Павел, значит, что верующий может судить обо всем. Духовный может судить обо всем, а недуховный не понимает этого. Поэтому духовному открыто все, в принципе. Все позволено, но не все полезно. А недуховный духовного не понимает в целой части, значит, вопросов. Поскольку у каждого из нас, большинства из верующих людей, есть некий опыт жизни до церкви, до Христа, то мы можем оценить поведение своих друзей, исходя из внутреннего опыта. А у них нет опыта жизни во Христе, нет опыта покаяния, нет желания помолиться, нет желания быть в храме чаще. Поэтому они нас не понимают, а мы их понимаем. Следовательно, понимающий и непонимающий должен жалеть. Потому что жена – это вообще не мощной сосуд, к которому необходимо относиться с некой бережностью, чтобы не было вам препятствия в молитвах, прямо как там Петр Апостол говорит. Поэтому, пожалуйста, рассудите между собой, самим, между совестью и разумом своим, в чём вы сможете без вреда для души идти навстречу жене в удовольствиях, отдыхе, досуге. А в чём это для вас уже принципиально неприемлемо. И введите её за собой не за руку, не на аркане. То есть желательно, чтобы привели её за собой, чтобы она пошла за вами. Для этого нужно просто взять её за шиворот, за руку, притащить её – это не получится. Она телесно за вами пойдёт, а душа её останется в другом месте. Поэтому важно, чтобы она пришла за вами, как нитка за иголкой со временем. «Почему знаешь муж, не спасёшь ли жену?» Сказано. От вас требуется некое терпение, сдержанность, память о том, что вы сами не так давно стали верным, что вам применимо слово «верный». То есть верующий, то есть верный. «Я верю Христу моему, и я верен Христу моему». Это слово к вам применимо с недавних пор, поэтому у вас ещё многое не устоялось, многое поднято с дна. Есть много ревности не по разуму, возможно, такое есть. Так что терпение, рассудительность, снисхождение к супруге, желание быть вместе всегда, да, и желание видеть её со временем с собой вместе в храме всегда, пусть руководствует вами на путях осторожности. Потому что брак слишком драгоценен, чтобы вторгаться в него с неким криком, насилием, приказом. Всё, раз ты так, значит, я... Вот без этого всего. То есть пусть внутри вас будет терпение и рассудительность, и пусть со временем Христос увенчает вашу семью ещё большим миром, но уже вместе, уже и в вере вместе. Потом вы сможете поделиться своим опытом с другими мужьями и женами, которые переживают то же самое. Поскольку не только ведь призваны мы, облечённые священным саном, быть руководителями или учителями, или наставниками. Всякий христианин может иметь достаточный опыт для того, чтобы кому-то подсказать нужное слово в нужное время. Со временем мы обязаны приобретать опыт. Опыт покаяния, опыт примирения, опыт непостыдных, милосердных дел, скрытых от чужих глаз, опыт воцерковления детей. Это всё нашу сокровищницу составляет. И каждый из вас, в том числе и вы, со временем должны уметь сказать, у меня это было, мы с женой прожили это время вот так. То есть мы так это преодолели. Это очень важная вещь такая, чтобы все христиане, в некотором смысле священники, все пневматологи, духоносцы, всем Христос помогает. Поэтому дай Бог вам приобрести этот опыт и потом суметь другим семьям быть хорошим подсказчиком. Субтитры создавал DimaTorzok